Приветствую вас и позиция экспертов по вашему вопросу удивительно единогласная и это обусловлено тем, что проблема, которую вы описываете, она действительно кроется в вас. То есть вы в своем тексте жалуетесь на муж, так вот вы начали говорить муж очень стильчивый, придирчивый и наверное вам хотелось бы, чтобы мы вот помогли вам как-то мужа вашего образумить. Ага, поскольку вам в принципе все эксперты ответили на вопрос в таком ключе, что вот почему вы так себя поставили, вы так себя позиционируете, вам нужно больше себя любить. Это все правильно в целом и поэтому повторяться наверное смысла нет, потому что ну если бы не было такого ответа, я бы что-то подобное тоже сказал. А раз такие ответы уже есть, давайте посмотрим на ситуацию немножечко с другой стороны, как мне показалось, об этом никто не говорит еще, еще. Ну вот, посмотрите, значит к вам претензии постоянные, да, значит в течение трех лет. Вот, когда вы только начинали встречаться со своим будущим еще мужем, он к вам обращался так же? Он с вами обращался так же? Он так же был вспыльчивый, он так же был придирчивый. Или в начале этого не было, а началось это после того, как произошли какие-то определенные обстоятельства. Например, вы стали жить вместе, например, в вашей жизни произошли какие-то конфликты и так далее. То есть, я предлагаю вам задуматься о том, почему ваш муж так себя ведет, что повлияло на него. Ну вот, например, вспыльчивость, ага, это следствие внутренних конфликтов, слабой нервной системы, а может быть недостаточного воспитания и так далее. Придирчивость, по сути, это перенос. То есть, смотрите, вы пишите, что мужчина сам грянуля, сам разбрасывает свои вещи, но при этом претензии определяет вас. То есть, это перенос происходит у него. То есть, из-за того, чтобы нести ответственность за свою жизнь, мужчина перекладывает ответственность на вас. Ну и, соответственно, имеет место быть определенный бег от собственных проблем у вашего мужа. И вот этот момент, то, что какие-то обстоятельства, условия заставляют у вашего мужа так себя вести, вам нужно более детально для себя проработать. Почему? Понимаете, в самих претензиях, наверное, плохого изначально ничего не заложено. То есть, критика, особенно если критика это конструктивная, это даже хорошо. Но поймите правильно, мужчина вас давит. Мужчина вас давит, и мужчина вводит вас в состояние депрессии, настолько, что вы уже очень мало спите и как бы плачете по ночам и так далее. И возникает вопрос, ну вот, то, чем, то, что мужчина движет на такое повинение, да, ну и надо добраться с ним, то есть сказать ему о том, вот откровенно, конкретно сказать ему о том, что «Дорогой, свои замечания очень ценны, но они повторяются из раз в раз, и как бы меня угнетают». То есть, вот это вот слово «угнетают» вам нужно обязательно использовать. То есть, не спорить с мужем в том, что он не прав в отношении оценки вашей деятельности. Это разговор отдельный. А именно сказать ему, что то, как он себя с вами ведет, вас угнетает. И вот скажите ему, ну вот, ты же меня любишь, если ты меня любишь, то угнетать меня не надо. Потому что мне этого плохо, я несчастлив, вот ты делаешь, я несчастный. И понимаете, если вы как можно более искренне, как можно более ярко донесете до своего мужчины именно этот момент, то, что в смысле вы не оспариваете его, но оспариваете в форме и в том, как он это преподносит, то вы можете увидеть, как мужчина на это отреагирует. Но если он действительно вас любит, но там, быт, жизнь его вот так вот сформировала, что искренние чувства оказались погребены под ворохом проблем и бытовыми какими-то задачами, то это вскрустнет его чувства к вам. Возможно, опомнится, возможно, поведение изменит, возможно, тогда осознает, что же все-таки он делает. А если нет, и это ничего такого не будет, то тогда выникает момент. Вот вы все это терпите из последних сил, держите, 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 ради чего? Ради мужчины, ради ребенка. Понимаете, ребенку-то нужна счастливая мама, а вы-то не счастливы. И не будучи счастливым, вы не сделаете своего ребенка счастливым. Счастливым, точнее. А мужчина, ваш муж, ему, судя по всему, на вашего ребенка все равно. И вот если вы не увидите в своем муже как бы отдачу, понимание того, что он действительно вам вредит и делает вас несчастным, то есть он противоречит любви, противоречит тому, как должен вести себя муж, мужчина, любящий мужчину и так далее, то здесь возникает вопрос, зачем вы с ним? И тогда вам нужно, если вы самостоятельный, независимый человек, как вы говорите, что вы работаете, и будет ребенок на 100% на вас, то есть вы самостоятельный, приспособленный к жизни человек. Если так, то вы понимаете, что мужчина вам вообще договоря не нужна, то есть вы полностью обеспечиваете себя сами и еще делать спаду по дому. Если это так, то от мужчины вам нужно обновляться, чтобы думать на своей независимости, чтобы думать над тем, что вот мужчина не ценит вас, значит вам нужно просто отгородиться от него, то есть просто перестать воспринимать его слова, на сквозь счет, понять, что муж проецирует на вас какой-то свой негатив, что эти его придирки, они продиктованы его внутренним состоянием. То есть скорее всего, скорее всего, это потребность мужчины. То есть вот вы говорите, его хлебом не корми, а дай вам, значит, ну дай к вам попридираться. Зачем это нужно? Для чего? Ну, так он самовыражается, так у него происходит какая-то реализация, может быть так он снижает уровень своих внутренних конфликтов, кто знает. Но в любом случае это все не важно, потому что вам это вредит. Если мужчина не понимает, что вам это вредит, то вам нужно самой брать ситуацию в свои руки и для начала от него отгораживаться, то есть попросту не реагировать на его слова, не принимать их на свой счет, а как бы взять за основную ту точку зрения, что мужчина делает это для себя. Мужчина не на вас на цели, это очевидно, а на решение своих конфликтов через вас. И вам нужно будет постепенно от него отдаляться. «Я такая плохая, хорошо, я не буду для тебя ничего делать. Так, я, значит, что, невкусно готовлю, значит, готовить вообще тебе не буду. То есть вы готовите только себе и ребенку. Все. То есть вот так вот нужно лишить мужчины того, что он от вас получал. Чтобы у него был стимул либо что-то понять для себя и осознать, либо показать вам, что вообще чувств вам у него нет. И в этом случае вам с ним нужно расставаться. То есть думать о том, чтобы жить отдельно. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать именно в контексте отношения к мужу. То есть есть еще одна большая такая сторона, которая касается лично вас. Да, то есть это вопрос самооценки, вопрос личностного роста, вопрос достоинства, вопрос о том, почему вы позволяете своему, может, так самоотвращаться, не является ли это следствием там определенных комплексов, неуверенности в себе, может быть, проблема детской родительской отношения. Понимаете, но обо всем этом вам уже, в принципе, сказали другие эксперты. А я, я хотел бы застрелить внимание именно на этом, то есть вот на том, что вам нужно просто изменить свое отношение к своим мужу. То есть самого мужа вы не переделаете, потому что, ну, это взрослый человек своими взглядами на жизнь. А у него нет пока стимула к тому, чтобы менять свой взгляд, чтобы менять свое отношение к вам. Почему? Потому что у него все есть и так. Вы ему и так все даете, зачем ему что-то менять в себе. И вот, чтобы появился шанс изменения его отношения к вам, нужно, чтобы у него для этого был стимул. О чем я и говорю. Также хотелось бы, чтобы вы отдельно подумали, ради чего вы вот это все терпите. То есть есть ли у вас какая-то цель. Например, если вы терпите это ради себя, то есть потому что вы не мыслите в своей жизни без мужчин, без своего мужа, то вы боитесь раздаться одна. То это ваша привязанность к нему и зависимость от него. Это зависимость, связанность с вашими потребностями, которые нужно проработать, которые нужно осознать и учиться самостоятельно удовлетворять. В данном случае есть естественные потребности, которые получили не совсем естественное удовлетворение в лице вашего мужа и вы оказались зависимы от него. Может быть, есть определенные страхи, может быть, есть отношения относительно того, например, что вы можете думать о своей ненужности никому, кроме мужа. Это не так, если вы будете хотя бы, хотя бы прислушиваться ко мнению экспертам, которые вам говорили, в частности, вот эксперт Лидия, Лидия, которая писала о том, что он может на работу над собой, над своим имиджем и так далее. То есть, это все решаемо. Но если у вас есть личная привязанность к мужчине и вы не можете, например, от него уйти, считаете, что это невозможно, то вот это упирается в вашу потребность, которую нужно из-за вас, повторю, выявить и удовлетворить о том, что это зависимость. Зависимость человека разрушает. Если вы хотите сохранить отношения ради ребенка, то здесь, конечно, тоже есть своя торгия, связанная она с тем, что ребенок не становится счастливее от такой атмосферы в семье, как у вас. напротив, ребенку очень плохо, потому что вы несчастны. Ребенок видит, как относится к вам его отец. То есть, вы не написали, что это мальчик или девочка, но вне зависимости от того, образ поведения, который диктует ваш муж и образ поведения, который диктуете вы, очень отрицательный. То есть, в семье, получается, есть тиран и есть жертва. Вот вы играете роль жертвы. А нужно из этой роли, как ни странно, выйти. Перестать быть жертвой, взять ответственность за свою жизнь, свои руки, понять, что вам не дает это сделать и нести ответственность целиком и полностью за нее. Кстати говоря, фактически вы это уже делаете, фактически вы не только несете свою жизнь, несете ответственность за свою жизнь, но вы еще и не получаете от того, что по идее получает женщина от мужчины и от того, что получает от супруга брак. Вот. И если вы боитесь, что вы останетесь одна, то, ну, как минимум, одиночество лучше того, что у вас есть сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!